Купец Афанасий Никитин К поручению великого князя Тверского отправился в Индию. Из Твери в Индию. И это в то время, когда великие князья Тверской и Московский ведут тайную войну за русский престол. Какое важное дело у Тверского купца за тремя морями в неведомой земле? Субтитры подогнал «Симон» А из Армуза пошел я в Таве за море Индийское. И шли мы морем до Маската десять дней. А от Маската до Дыгу четыре дня. А от Дыгу к Гуджирату. А от Гуджирата к Камбаю. И есть тут индийская страна. Весной 1469 года, после трех лет пути, Афанасий Никитин под именем Хаджа Юсуфа, купца из Харасана, На торговом парусном судне Таве Достигает западного побережья Индии. Первый русский человек в Индии. Какой увидит он эту таинственную землю, Загадочную далекую страну, О которой знали на Руси лишь по слухам да сказкам. Руси лишь по слухам да сказкам. И есть тут горы великие, И дебрь злая, Заросли колючие, Записывает странник. А в лесу у них водятся дикие кошки, И по дорогам нападают на людей. Живут они в горе или в каменьях. И есть там птица Гу-кук, Летает ночью и кричит Кук-кук, На которую Хоромину сядет она, То тут человек умрет. А кто захочет ее убить, Тогда у нее изо рта огонь выйдет. Читает дьяк Маморев листки Афанасия, Сравнивает. Да, правду говорят, Книги старинные, Есть в Индии птицы и звери диковинные, И единорожиц, И львы страшные, И слоны огромные. Обезьяны же живут в лесу, И есть у них князь обезьянский, Ходит со своей ратью. И если кто их тронет, Тогда жалуются они князю своему, И нападают на город, Дворы разрушают, И людей побивают. Да, каких только чудес на свете не бывает, Вот и Казьма Индикоплов Про князя обезьянского писал. И перебирает в нетерпении Листки государев дьяк, А встретит ли купец Афанасий, Людей псоглавых, Великанов страшных, Не побоится ли их? И запишет Афанасий, Люди ходят все на гие, Голова не покрыта, Груди голы, А волос не бреют. Детей родят каждый год, И детей у них много. Пареньки да девочки Ходят на гимми до семи лет, И срам у них не покрыт. Мужи и жёнки Все чёрные. Я куда хожу, Так за мной людей много, И дивуются они белому человеку. Индусы быка зовут отцом, А корову матерью. А кизяком ихнем Пекут хлеб И еду варят себе. А еда у них плохая. Едят рис да кичери, Лепёшки с маслом, Да травы разные. А в дороге Каждый варит себе кашу. Зимой у них люди ходят, Фота на бёдрах, А другая по плечам, Третья на голове. В недоумении дьяк Василий Маморев, Да верно ли в Индию Пришёл тверской купец? Ведь и в хоросанских землях Солнце палит, И люди тёмные. Ведь говорится же В сказании Об индийском царстве. Там сходится небо с землёю. Там страна Людей немых, дорогатых, Имеющих четыре и шесть рук, И великанов В девять сажен. А вот что дальше пишет Странник Афанасий Никитин. Зима началась у них строиться на дня. День и ночь Все четыре месяца Была вода и грязь. В те же дни У них пашут И сеют пшеницу, Рис, Горох И всё съестное. Удивительно для русского человека Зима начинается в мае. Зимой дожди идут, Солнце палит, Всё по-иному. И всё, как на Руси. Трудится люд День и ночь на земле. А земля многолюдна и богата, А сельские люди Очень бедны, А бояре всесильны, И в роскоши утопают. Весна же у них Наступила с покрова Святой Богородицы, То есть 1 октября По старому календарю. Весна держится Три месяца. И ходит по индийской стране Россиянин Афанасий Никитин. Всё, что интересное увидит, Запишет. И точно путь отмечает. Сколько морем шли В днях, А посуху В ковах В десятках километров. И познакомился я И познакомился я Со многими индийцами В дороге И сказал им О вере своей, Что я христианин, И имя мое Афанасий, По-мусульмански же Хаджай Усуф Из Харасана. После этого Они не стали от меня Таиться ни в чем. Ни в еде, Ни в торговле, Ни в молитве, Ни в иных делах И женок своих Не стали скрывать. В Индии же Малостоящими и дешевыми Считаются женки. Хочешь знакомство иметь, Дай два шетеля, Таков у них обычай. А рабыни дешевы. Четыре фуны хороша, А за пять фун Хороша и черна. В индийской земле Кони не родятся. В их земле родятся Быки и буйволы. На них ездят И товар возят, Все делают. Четвертый год Странствует по белу свету Афанасий Никитин И год уже По индийской земле. Где пешком, Где на повозке, Где на легкой лодке. Читает записки Государев Дьяк Маморев И все не может поверить, В Индию ли Пришел тверской купец. Но вот какую запись Он обнаружит. Город у них есть На каменном острове Никем не делан, Богом сотворен. Бут, Бог ихний, Чудеса здесь творил, Являлся во многих образах, Являлся и в образе человека, И слона, И зверя лютого. Так вот откуда пошли Эти рассказы путешественников О людях псоглавых, Многоруких, Дорогатых, Видом страшных. Значит, Истинную правду Пишет купец Афанасий. Сам все видел. В Индии Побывал. И знаем мы теперь Все сказочное, Что есть в записках Охождения из Атри моря, И птица Гуку, И князь обезьянский, Навеяна песнями И сказаниями Великим индийским эпосом Рамаяной, Махабхаратой. И как было не удивляться И не верить в чудеса Человеку далекого Пятнадцатого века, Когда и в наши дни Индия манит к себе И очаровывает Своими тайнами. Индия Такой предстала она Русскому человеку, Страннику Афанасию Никитину. Земля Совсем не похожа На заснеженную Русь. Как молитву повторяет он, Русская земля Да будет Богом хранима. Боже, Сохрани ее. Где-то там, За горизонтом, За тремя морями Его родная Тверь. И дело, Которое она поручила ему, Снова зовет В дорогу. От западного побережья Индии, Где высадился странник, Отправляется он На юг Морем, А потом пойдет Под палящим солнцем Равнин, По горным дорогам В самую Глубь Страны. Что ищет он В Индии. Но об этом Наш следующий рассказ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok